Взрывы в Крыму Путин выступает во Владивостоке и раскрывает планы на будущее России Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей Польша готова идти на конфронтацию с ЕС и Украиной, но защитить своих фермеров Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС Большая вода забрала жизни нескольких тысяч человек Еще несколько тысяч считаются пропавшими без вести Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам Не забудьте поставить лайк на этом видео, прокомментировать его И не забудьте подписаться на наши каналы Ну а мы пока начинаем В оккупированном Крыму слышны взрывы Оккупанты подняли в воздух боевую авиацию Спихнуть на плановую ликвидацию снарядов получится вряд ли теперь В соцсетях появляется информация о взрывах в Севастополе Местные жители пишут о хлопках в Красноперекопске Это на севере Крыма, возле одного из двух перешейков, ведущих на материк Следим за информацией от местных коллаборантов и оккупантов В Донецке уничтожено гнездо дронов Пункт управления с экипажем и беспилотников Об этом в соцсетях пишет Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ Утром 11 сентября вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов Во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области Чем наносился удар и кто его наносил тоже, конечно же, не сообщается В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека посчитали количество жертв Среди гражданского населения с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину В ООН говорят, что погибло 9,6 тысяч и получили ранения 17,5 тысяч Да, в отчете указывают, что это только зарегистрированные смерти Но, к примеру, только в процессе штурма Мариуполя По данным того же ООН погибло 1348 мирных граждан, в то время как украинские журналисты Называют цифру в как минимум 87 тысяч только в одном Мариуполе Самолет уральских авиалиний собирался сесть в Омске, а сел в поле в Новосибирской области в России Губернатор региона пишет в Телеграм, что пострадавших нет Нигде ничего не загорелось, никто не пострадал Но сам факт того, что самолеты все чаще начали выходить из строя, он немного обескураживает Причины поломки именно этого борта официально не сообщают Хотя из появившейся в сети записи общения пилотов становится понятно, что у самолета отказала гидравлическая система Компания Airbus уже заявила, что отношения к поломке никакого не имеют Ведь из-за введения санкционного режима они прекратили коммуникацию с российскими компаниями К тому же судно раньше принадлежало ирландской компании AirCup И уральские авиалинии его просто не вернули Но странно становится даже пропагандистом Получается, уральские авиалинии уже второй раз за 4 года сажают самолет в поле Пилотам низкий поклон Действительно чудо В остальном, согласитесь, странно Путин выступает во Владивостоке, а его друг мчится к нему из Северной Кореи на своем поезде Российские каналы показывают сам поезд с Кимом внутри А Путин в это время выступает с почти трехчасовой речью на форуме во Владивостоке А ехать во Владивосток на встречу с Путиным, конечно, сейчас ни для кого не представляет интереса Потому что Кремль находится в состоянии, когда у него деньги зависли в рупиях в Индии И никто не знает, как эту ситуацию решить для Кремля Даже Ким Чиным не является участником этого форума Потому что те представители тех стран, которые приехали на Восточный форум Для них это очень токсично находиться на одном форуме с главой КНДР И поэтому Путин это все очень красиво разводит Вот здесь у меня Восточный форум, но в эти же дни, как бы там на полях Я встречаюсь с Ким Чиным, которого не будет на форуме В медиа анонсировали тему встречи Кима и Путина как заключение сделок об оружии В Белом доме в Соединенных Штатах Америки переживают, что Российская Федерация поможет Северной Корее с развитием ядерного оружия А взамен Россия получит советское вооружение и боеприпасы, которые как раз очень нужны Москве для продолжения войны в Украине Но остается и легализация через Северную Корею китайского вооружения Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей Но вот что интересно, мы же не создаем военных союзов И мы не дружим против кого-то Мы дружим в интересах наших народов Так и будем работать дальше АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит все здорово по отношению с Китаем Но есть и некоторые проблемы Встреча состоится в ближайшие дни Второй вероятной темой для переговоров Медиа называют рабочую силу, корейскую Которая нужна РФ для строительства на оккупированных территориях И которая является фактически бесправной в условиях изоляции обеих стран В Соединенных Штатах в очередной раз напоминают Что введут санкции против Северной Кореи В случае передачи оружия для Российской Федерации Представитель Госдепа США Мэтью Миллер Напомнил, что это будет нарушением Сразу нескольких резолюций Совета Безопасности ООН Мы видим, что Российская Федерация остро нуждается в артиллерийских средствах В том числе в боеприпасах В том числе в средствах поражения И Северо-Корейская Республика как раз это то государство Которое имеет возможность это предоставить по своему оборонному потенциалу Кроме того, мы должны понимать, что Северная Корея Очень остро нуждается практически во всем От продовольства до поставок топлива Потому что, например, на Северную Корею наложены санкции Которые ограничивают ежегодные поставки сырой нефти, нефтепродуктов В том числе Корейская Республика нуждается в военных технологиях Потому что большинство военной техники Кореи Это устарелые вещи Вода забрала жизни более 2000 человек в Ливии Около 6000 считаются пропавшими без вести Наводнения на востоке страны повлекли за собой разрушение дамбы Спикер Ливийской национальной армии говорит, что вода смывала целые кварталы Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор Будем следить за ситуацией Вместе с вами, конечно, подписывайтесь на наши каналы Россия атаковала гражданское судно ракетами «Калибр» в Черном море Об этом говорит британский премьер-министр Детализируя, что 24 августа торговое судно под флагом Либерии Было обстреляно несколькими ракетами В том числе и «Калибрами» Сухогруз стоял в Одесском порту И не пострадал только потому, что украинские ПВО ракеты сбили Польша не собирается снимать запрет на импорт агропродукции из Украины Даже не обращая внимания на мнение представителей Евросоюза Об этом говорит премьер-министр страны Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома Поляки такие Когда приходится бороться за польские интересы Только правительство, права и справедливости, гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены Мы говорим, нет, срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС В пятницу истекает срок запрета на транзит пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса В пять соседних с Украиной стран Польша добивается продления запрета, иначе грозится ввести полное, но одностороннее эмбарго Рабочая партия Норвегии впервые почти за 100 лет не смогла получить первое место на общенациональном голосовании на региональных выборах Они опустились на второе, впервые с 1924 года Это голосование не влияет на состав парламента, поэтому премьер-министр заявил, что в отставку не пойдет, а будет дальше возглавлять правительство Шольц снял повязку Немецкий канцлер выступил впервые без повязки, которую надел сразу после травмы, которую получил на пробежке И стал героем множества мемов Редактор субтитров А.Семкин Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов Как обычно, хочу знать все, что вы думаете, поэтому пишите это в комментарии И подписывайтесь на все наши каналы, так нас с вами становится больше, и больше людей смогут посмотреть это видео На этом все, до встречи, хороших вам новостей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok